Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кто такие банкстеры и как за 10 лет в России похитили и вывели за рубеж сумму, превышающую фонд национального благосостояния? Откуда в квартирах полковников из ФСБ и МФД взялись миллиарды наличными? Как расправляются с теми, кто пытается вывести банкстеров и их покровителей на чистую воду? В апреле 2019 в средствах массовой информации прогремела новость об аресте одного действующего и двух бывших офицеров самой могущественной спецслужбы России Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева Все трое работали в управлении К. Службы экономической безопасности ФСБ Подразделение, которое должно было осуществлять контроль за операциями во всей кредитно-финансовой системе страны Черкалин на момент ареста возглавлял банковский отдел управления К. А Фролов был его предшественником на этой должности Вместе с Васильевым он был уволен за несколько лет до скандала По компрометирующим обстоятельствам У него обнаружили записанную на родственников шикарную недвижимость в разных странах Европы В том числе и в Италии Но больше всего простых и даже не очень простых россиян Поразило то, что в ходе обысков в квартирах арестованных Были обнаружены аккуратно подсчитанные и сложенные в сумки пачки купюр в разной валюте На общую сумму более 12 миллиардов рублей Для сравнения, это, например, годовой бюджет города русских оружейников Туды Или даже целого региона, такого как Адыгея Таким образом, чекисты побили рекорд арестованного в 2016 году Начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности И противодействия коррупции МВД России Полковника полиции Дмитрия Захарченко Из апартаментов которого изъяли 9 миллиардов Скандал вынужден был прокомментировать президент России В ходе очередной прямой линии Вы когда узнали об этих складированных миллиардах, какими словами ваша реакция выражалась? И вообще есть... Ну, иногда лучше слух не произносить Вот, да Ну, не смешно, на самом деле Реально Это вот, действительно, когда узнаешь о миллиардах Это, ну, просто нет слов печатных, во всяком случае Каким образом люди в погонах Чьей обязанностью была борьба с теневыми финансовыми схемами Коррупцией и отмыванием преступных доходов Превратились в оборотни? Есть человек, который говорил и писал об этом уже 15 лет Знакомьтесь, Александр Лебедев Подполковник внешней разведки КГБ СССР Работавший в резидентуре в Лондоне С 90-х годов преуспевающий банкир Владелец одного из крупнейших банков в России Национального резервного банка Депутат Государственной думы третьего созыва Таких в России обычно называют олигархами Но это очень странный олигарх Не только потому, что все заработанные деньги Лебедев тратит на благотворительность В частности, за его средства построена детская онкологическая клиника в Санкт-Петербурге Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Лебедев чуть ли не единственный представитель крупного бизнеса Который позволил себе разоблачать коррупцию на самом высоком уровне Главный объект расследования – криминальная деятельность людей Которых Лебедев называет «банкстерами» Что является производным от банкир и гангстер Это владельцы и менеджеры банков, для которых их кредитные организации Всего лишь прикрытие масштабных хищений средств клиентов и вкладчиков, которые они присваивают и тратят на роскошную жизнь за рубежом Причем охотник на банкстеров всегда вел свое расследование публично О чем свидетельствуют сотни статей в российской и зарубежной прессе А также его видеоблоги о коррупции в банковской системе, которые набирали миллионы просмотров на YouTube Больше я выступаю, правда, как эксперт, журналист, а может быть и частично следователь и будущий независимый спецпрокурор В руки которого, собственно, все это, я надеюсь, попадет процессуально, рано или поздно Будет и в России, или на международном уровне, если будет создан специальный орган по борьбе с глобальной коррупцией Я с удовольствием выставлю свою кандидатуру в качестве претендента на престол Это два очень известных персонажа, которые, как утверждает наше средство массовой информации Оба присвоили из двух банков, Межпромбанк, это Пугачев, это Бородин, Банк Москвы И тоже примерно сумма такую же, как и Облязов По ним якобы что-то делается, но так я не особо вижу какие-либо результаты Нет ли здесь простого объяснения, что они занимаются чем-то, но не банковскими услугами? Я боюсь, что если вот начать серьезно многое копать, то банковская система вся разводится В 2011 году Лебедев наступил на хвост силовой крыши банкстеров из Федеральной службы безопасности На его ютуб-канале вышел фильм о криминальной стороне деятельности сотрудников управления К В нем банкир, журналист и бывший депутат Госдумы Александр Лебедев раскрыл механизмы функционирования преступной системы Из примерно 950 банков страны, я вот не ошибусь и отвечу за свои слова Где-то там 500-600 просто отмывочные конторы Последние 6-7 лет денежные потоки были столь значительными в связи с ценами на нефть и на сырье Что я представляю, что из них легко можно было там 100-200 миллиардов долларов присвоить Для этого обязательно нужен банк, для этого обязательно надо за границу по безналу это переводить Проходительная крыша, крыша в центральном банке, без всего, круг банковской системы В 2017 году была опубликована ставшая бестселлером автобиографическая книга Лебедева «Охота на банкира» В которой названы все имена, явки и пароли Ну, если честно, я не ожидал, что публицистика, особенно такая основанная на документах Которая, к тому же, довольно, не один год лежала на столе Ждали, пока крыша рассоснется Вызовет какой-то такой живой интерес Поэтому мне, конечно, с одной стороны приятно Но, собственно, я чисто преследую директарную цель Все подводки в книге такие, чтобы рассказать, считатели, они сугубо лукавые подводки Эта книга имеет свои задачи формулирования в России политики по возврату денег, которые похитили нечестные российские банкиры В книге упоминаются теперь уже уволенный начальник управления К, генерал Виктор Воронин и арестованный полковник Дмитрий Фролов Напомню, что вот за эти минувшие 10 лет Центральный банк лишил лицензии более тысячи банков Практически ни один из этих банков не был не разворован Вопрос только в том, кто из банкиров и менеджеров банков, топ-менеджеров вывел оттуда и положил в карман 20% клиентских денег, а кто 80% Скажем, Пугачев положил 90% А Бородин в банке Москвы, ну, наверное, там 10% А Леонтьев в пробизнес-банке, там, 40% А Бенжабов во внешпромбанке, ну, наверное, 50% Но мы в любом случае говорим о десятках миллиардов долларов, которые похитили несколько сотен человек Лебетев был инициатором расследования в отношении Сергея Пугачева Который обвиняется в хищении более 2 миллиардов долларов из Межпромбанка Пугачев бежал в Великобританию к своей гражданской жене, прапраправнучке Льва Толстого Александре Однако британский суд впервые в своей практике арестовал его активы И даже приговорил к двум годам тюрьмы за обман правосудия Пользуясь тем, что у него есть французский паспорт Пугачев успел пересечь Ла-Манш и теперь прячется на территории Пятой Республики В то время как российские власти пытаются вернуть украденные им миллиарды Еще в нулевых годах Лебетев расследовал коррупционные схемы семьи мэра российской столицы Юрия Лужкова Который вместе со своей женой Еленой Батуриной создал клановую систему по управлению городом Теневым кассиром Лужкова был Андрей Бородин, руководитель Банка Москвы Который похитил из муниципального банка более 4 миллиардов долларов После отстранения Лужкова от власти Бородин бежал в Великобританию Где купил самое дорогое поместье, ранее принадлежавшее принцу Уэльскому Вот это все, это все ваше? Да Для изгнания, в общем, оптимальное место Они поехали клиентские деньги И вот эти самые полковники и генералы, под которыми был надзор ЦБ Они как раз были крышей За последние два года, напомню, что изъято в районе 20 с чем-то миллиардов рублей Это включая полковника Захарченко Думаю, что это где-нибудь процентов 15 того, что эти крыши получили от банкиров Впрочем, речь не только о банках В «Охоте на банкира» Лебедев рассказывает о деятельности финансово-лизинговой компании Этой конторе «Рога и копыта», главным акционером которой было государство Правительство выделило более 500 миллионов долларов Которые должны были пойти на поддержку отечественного авиаброма Заказ на авиазаводе в Казани новых пассажирских лайнеров Вместо самолетов, руководившие ФЛК «Банкстеры» Во главе с Андреем Бурлаковым Украли эти деньги через люксембургские офшоры Жили они на широкую ногу По принципу «все вокруг народное, все вокруг мое» Сотрудники ФЛК присвоили около 30 миллионов евро простым способом миной банки Они просто по своим кредитным карточкам тратили деньги Скажем, едут в командировку втроем-вчетвером Скажем, в Брюссель, или в Лондон, или в Нью-Йорк И сразу идут в три магазина Один магазин – это Луи Виттон, где они покупают разного рода предметы В том числе дорогие сумки и чемоданы Причем это был одинаковый такой цикл Как вот, скажем, в Иерусалиме идти к стене плача Они это осуществляли несколько лет Дальше они шли в магазин либо Булгари, либо Граф Покупали вероятные украшения И потом, если мне память не изменяет Они шли в Гризогана или в какой-то такой же магазин Покупали телефоны Верту, я забыл Поэтому при обысках у них было обнаружено Несколько сот телефонов Верту на общую сумму Много-много миллионов евро Всего по кредитным корпоративным карточкам государственных компаний Они присвоили и потратили в районе 30-35 миллионов евро Кроме того, когда полицейские пришли арестовывать главных виновников торжества Секретарша строго запретила им ходить по полу Попросила снять ботинки Объяснив, что здесь в этой комнате сделан дорогой ремонт за 11 миллионов евро При этом мошенники в белых воротничках Действовавшие под крышей управления К Работали в связке с откровенными душегубами Среди акционеров компании числился некто Сергей Морозов За этим фальшивым паспортом скрывался Аслан Гагиев По ключке Джако Кровавый Главарь банды наемных убийц На счету которой десятки жертв В том числе мэр Владикавказа Виталий Караев И председатель правления Банка Кутузовский Олег Новосельцев С последним бандиты расправились особенно изощренно Его забетонировали по пояс в железной бочке И несколько дней пытали на летнем зное Потом бочку с еще живым банкиром затопили на дне канала имени Москвы Некоторые убийства подручные Джако Кровавого Совершали прямо в подвале офиса государственной компании Разделывая трупы в то время как в фешенебельном кабинете Бурлакова Расположенного двумя этажами выше И на ремонт которого было потрачено 15 миллионов долларов Проводились совещания о судьбе авиастроительной отрасли С участием правительственных чиновников Крышей ФЛК была группа убийц Которые совершили около минимум 60, а максимум 100 убийств И я это расследовал как депутат государственной думы Помимо всякой мелочи вроде коллекции часов или раритетных машин Бентли Бурлаков потратил 300 миллионов долларов на покупку судостроительных верфей Ваден Ярц в немецкой земле и Верхнее Померание Эта афера закончилась в 2009 году Когда на волне мирового финансового кризиса Верфи в Германии обанкротились Тысячи сотрудников предприятия Которые находятся в избирательном округе канцлеров ИРД Ангела Меркель Оказались перед угрозой потерять работу Все это произошло накануне избирательной кампании в Бундестаг И над канцлершей нависла реальная угроза потерять место в парламенте А следовательно место главы правительства Это вынудило ее в августе 2009 года Прилететь на встречу с Дмитрием Медведевым В то время президентом России И просить его спасти ситуацию Медведев поручил разрулить вопрос Своему представителю по международному энергетическому сотрудничеству Игорю Юсуфову Чей сын купил Ваден Ярц за 40 миллионов евро При этом компания, попав в процедуру банкротства Вышла из нее за месяц Обычно на это уходят годы Двумя годами позже, в 2011 году Эти верфи поучаствовали в еще одном злополучном деле В выкупе за 1 миллиард долларов Миноритарного пакета акций Банка Москвы У сбежавшего в Лондон бывшего директора Андрея Боротина Вскоре обанкротилась и ЛФК Оставив сносом как государство Вложившее в нее сотни миллионов долларов Так и иностранных инвесторов Покупавших ее долговые облигации На Андрея Бурлакова было заведено уголовное дело Однако он был отпущен под подписку о невесте И вскоре расстрелян в упор наемным убийцей Во время встречи с журналистом Первого канала Максимом Гладким в московском ресторане «Хуторок» Об афере ФЛК были опубликованы расследования в новой газете И немецком журнале «Шпигель», который подготовил Лебедев После этого несколько офицеров управления К, которые крышевали распилочную контору Были уволены из ФСБ До недавнего времени таким было максимальное наказание для обраней Вскоре у оставшихся на службе появился повод поквитаться со своим обидчиком В октябре 2008 года в разгар мирового кризиса Лебедеву позвонил Алексей Кудрин В то время министр финансов России У меня с ним были добрые отношения Министр финансов сказал, что нам нужно сонировать банк российский капитал Иначе будет цепная реакция У тебя отличные показатели по капиталу Может вы поинтересуете Я поехал к нему Он мне объяснил, что президент передает привет и просит это сделать Хотя Лебедеву предлагали купить кота в мешке, он согласился Так как ситуация в банковской системе страны в тот момент была действительно угрожающей Его Национальный резервный банк взялся за сонацию российского капитала Однако, разобравшись в его бухгалтерии Лебедев понял, что банк долгие годы был фабрикой, похищением и отмыванием По разным схемам бывший владелец банка Алексей Ивашенко Вывел в офшоры более 200 миллионов долларов Что и стало причиной банкротства Лебедев вернул российский капитал государству И написал в правоохранительные органы МВД и ФСБ Заявление с подробным описанием найденных в шкафах банка скелетах Каково же было его удивление, когда вместо ареста банкстеров из российского капитала Маски шоу нагрянули в Национальный резервный банк Лебедев сам стал фигурантом уголовного дела Согласно которому, это он, а не Ивашенко, похитил деньги из подшефного банка В книге «Охота на банкира» опубликованы внутренние документы ФСБ Из которых следует, что именно управление КАС фабриковало это дело Несмотря на всю абсурдность обвинения, маховик силовой машины закрутился на полную катушку Стало очевидно, что это не обычный наезд или попытка запугать Лебедева А настоящий разгром его бизнеса и попытка рейдерского захвата активов У нас в 2011 году в банке было активов примерно на 60 миллиардов рублей То есть это почти 2 миллиарда долларов Частично это был собственный капитал, частично это были клиентские деньги После того, как мы выпустили это кино, раскрыв всю систему крышевания ФСБшными старшими офицерами управления КАС Они предоставляли крышу мошенникам из банков Они разрешали им и потворствовали, и получали за это откаты Выводить деньги за границу клиентские и выезжать туда потом Получать там политическое убежище, еще и критиковать Кремль Утверждать, что они там бордываются режимом Значит, они на этот фильм ответили новыми уголовными делами Одно уголовное дело было уже следственным комитетом Потому что мы якобы там в банке уклонились от уплаты налогов Чтобы абсолютно была чушь Мало того, мы судились и выиграли у налоговой инспекции Нам возбудили уголовное дело Арестовали у нас корреспондентские счета Списали все эти деньги Надеюсь, что таким образом они уничтожат банк Принцип деятельности любого банка, работающего честно и по закону, достаточно прост Он занимается расчетно-кассовым обслуживанием клиентов И открывает депозиты вкладчикам Выдавая средства, которыми он распоряжается в виде кредитов бизнесу и частным лицам Для того, чтобы угробить такой банк Необходимо спровоцировать панику среди клиентов Чтобы они побежали забирать свои деньги И возник кассовый разрыв Естественно, клиенты, поскольку я публично, когда у меня были обыски, говорил об этом Как раз расчет был, что я напугаю клиентов У меня была безвыходная ситуация Кроме того, была организована очень массированная деформационная компания Компания по клевете в отношении банков Каждый день писали всякие материалы То, что я выращиваю радиоактивную картошку в Тульской и Брянской области Или отравил коров в Кировской губернии Или что я что-то там на Украине делаю Где сжигались мои чучела националистами Кроме того, ФСБ задействовал всю свою агентуру в парламенте Против меня писали всякие запросы Различными депутатами Государственной Думы И все это очень активно разгонялось по сети То есть мы насчитали за год Ну, наверное, там 500 публикаций Которые были прочитаны миллионами людей Естественно, среди этих людей были клиенты Одновременно с уголовными делами В банк Лебедева нагрянула проверка Центрального банка Это была самая масштабная за всю историю банковского бизнеса в России Инспекция в составе 138 человек Которые буквально парализовали работу Центрального офиса И филиалов НРБ по всей стране Для сравнения, Межпромбанк Пугачева Накануне его банкротства проверяла 9 инспекторов И что любопытно, они не нашли ничего подозрительного Хотя к этому времени основные активы банка уже были выведены в офшоры его владельцам В случае с НРБ комиссары надзора не только мешали сотрудникам спокойно работать Они изъяли всю документацию, содержащую банковскую тайну А потом отправили ее обратно обычной почтой И по форме, и по сути все это напоминало откровенное издевательство У меня большая радость, мы получили позавчера уведомление Маленький такой квиток, он пришел в почту И там написано от руки, что мы получили посылку 10 килограмм 375 грамм стоимостью 7 рублей Ну не совсем понятно просто куда пришла вот эта банковская коммерческая тайна В количестве 2000 страниц из центрального банка после двух недель То ли в меховой ателье, то ли в студию загара То ли вообще в эпиляцию воском и коррекцию бровей Сейчас мы поедем ее получать, потому что я до конца не верил, что это правда Что предмет банковской коммерческой тайны, который 130 инспекторов изучают у нас банки В течение трех с половиной месяцев можно послать почтой, и это будет идти две недели Я напоминаю, что я сказал о двух законах А может быть у них есть инструкция, что почтой можно отправлять банковскую коммерческую тайну Осенью 2011 года к уголовным делам против Лебедева по экономическим составам Добавилось еще одно совершенно неожиданное В студии ток-шоу телеканала НТВ у Лебедева возник конфликт с эпатажным бизнесменом Сергеем Полонским Который закончился потасовкой, получившей в народе название батл миллиардеров Драки на российском телевидении являются обыденным явлением Однако они никогда не имеют каких-либо правовых последствий Тем более, что в данном случае никаких травм потерпевший Полонский не получил Однако уже на следующий день по личному указанию председателя Следственного комитета российского аналога ФБР Против Лебедева было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти Или вражды, либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы Предусматривающей наказание вплоть до 7 лет лишения свободы Ну подумаешь, кто-то кого-то там, отвечая на оскорбление У нас это в стране бывает сплошь и рядом И обычно на это никто не обращает внимания Ну уж точно совершенно направлять 8 следователей в ранге майоров и полковников Следственного комитета, снимая их с убийства и с изнасилований На расследование того, что записано на 30 камер в присутствии там 400 свидетелей, это глупо Однако бригаде следователей по особо важным делам О преступлениях против государства и экономики Это почему-то не показалось глупым Больше года они на полном серьезе расследовали мелкий инцидент Делая утечки о том, что обвиняемому грозит реальный срок Все это происходило в условиях, когда Национальный резервный банк Получил пробоину от оборотней в погонах и начал тонуть К Лебедеву потянулись ходоки с настойчивыми рекомендациями уехать из страны За эти 13 месяцев раз в месяц ко мне приходил какой-нибудь список Forbes деятелей И говорит, слушай, уезжай, такие правила, тебе же разрешают уезжать Я на это отвечал, что тогда мой банк точно разорят Ведут временную администрацию, украдут и скажут, что это украл я Мне ничего не стоило, я отлично знаю все эти механизмы Вывести эти деньги за границу, уехать туда и сказать, что я борец с режимом Что меня преследовали на родине Мне нужно было для этого просто украсть клиентские деньги Как сделало там несколько сотен банкиров В тысячи банков у кого отобрали лицензии Я за все берусь по-взрослому Если уж я банкир, то если рядом со мной есть банкиры, которые могут спокойно украсть миллиарды долларов клиентских денег Уехать за границу и там их никто и не выдает То как минимум я буду просто думать и размышлять Может быть мне тоже так же поступить, ничего более простого-то и нет Или я должен как-то прекратить это дело Потому что я по-взрослому банкир, я отвечаю за клиентские деньги Ну как доктор, да, или врач-хирург, который отвечает за пациента Я не могу выпить там бутылку водки и кого-то оперировать Или забыть там потом ланцет Вопреки обыденной логике, Лебедев поступил не по принятым в мире банкстеров понятиям И решил бороться против системы Клиенты прибегали забирать свои деньги И мне пришлось продавать все, включая и на балансе банка, и за пределами баланса банка Ну там вилл у меня никогда не было, никаких на юге Франции и яхт Но, например, самолеты в кредит были Мы продали всю недвижимость в России Мы сократили 2,5 тысяч человек Продали все ипотечные портфели Продали акции Аэрофлота, Сбера Естественно, с большими скидками, поскольку нам это надо было быстро Мы рассчитались, но баланс банка сдулся примерно в 20 раз То есть весь бизнес, который мы там 15 лет выстраивали Он был в течение двух-трех месяцев весь утрачен Национальный резервный банк выдержал атаку оборотней в погонах Расплатившись со всеми клиентами Теперь это самый надежный и непотопляемый банк в России С 2014 года у меня жизнь была поспокойнее Банку я не решаю развиваться То есть клиентские деньги мы не берем, кредитов не даем Банк существует, работает в нуле В нем работает 95 человек вместо 3000, которые когда-то После этого уголовное дело по обвинению Лебедева в хулиганстве по мотивам политической ненависти Неожиданно для многих развалилось в суде Буквально за две недели до приговора прокуратура статью хулиганка отменила И меня осудили по статье, значит, побои, которая тоже все равно до два года И я, значит, принял решение, что я сяду в тюрьму, а не уеду Тюрьма его миновала За побои суд приговорил банкира к 130 часам общественных работ Что в то время было не характерно для российской судебной системы В 99% случаев суд выносил обвинительный приговор Который автоматически означал заключение Наказание следовало отбывать по официальному месту жительства Тогда Лебедев поменял свою московскую прописку на дом в деревне Поповка Тульской области Где расположено принадлежащее ему крупнейшее в России картофельное хозяйство В качестве общественных работ Лебедев занялся реконструкцией местного детского садика У сельского самоуправления вся доходная часть бюджета поселения 6 миллионов рублей Долги за электричество, проблемы с водонасосными станциями А ремонт детсада это миллионов 10 Вот осужденный Лебедев и пригодился Вместе с помощниками он сделал ремонт внутри здания Построил новую игровую площадку и футбольный мини-стадион для детишек У меня пятеро детей приемных Своих детишек нету Сколько лет? Уже 10 лет детишек у меня приемных Один в детсад ходит Я его сегодня привела в детсад, а он говорит Мам, посмотрите нам какие игры поставили Вот нам теперь будет есть с чем заниматься, играться Да, значит, неправильно, правильный вопрос Журналист спрашивает, зачем выбрали сделать детский садик Ну, как же все Ну, как же все Мне кажется, правильно сделали Мы очень, вся деревня довольна Спасибо вам за ваше внимание Вспоминая перипетии, свои многолетние схватки с оборотнями в погонах И стоящими за ними банкстерами Лебедев говорит, что ни о чем не жалеет Я немножко жалею, конечно, что у меня меньше ресурсов В том числе для благотворительной деятельности, которой я активно занимался Ну, или там для создания каких-то проектов, которые выгодны для людей Ну, тем не менее, в принципе, я ни о чем не жалею Зато я один из немногих банкиров, который может сказать Что есть честные банкиры, которые, несмотря на какие кризисы А этот кризис был на самом деле искусственный, рукотворный И круче гораздо, чем кризисы все предыдущие, которые мы успешно пережили Понятно, что я заплатил своим бизнесом Исчез из списка Forbes, что, в общем-то, неплохо Но, в конечном счете, если бы эти деньги были у меня сейчас Я бы, наверное, какой-то очередной детский онкологический госпиталь построил бы Как в Питере, или восстановил бы какой-то очередной театр Чехова Или стал бы самым большим производителем картофеля в мире Или купил бы какую-то еще газету Потому что я к газетам отношусь как к миссии На них невозможно заработать денег Если хотите, мне почему нравится жизнь в России? Потому что она точно не скучная И вот то, чем я занимался 20 лет, ну это было вот совсем прям вот весело Но не всегда Я, например, там действительно обсуждал долго с детьми и женой Что вот я сяду в тюрьму там на 7 лет Я отлично понимал, что мне заплатят С торицей за то, что я делаю Ну не может другого быть Как это самая влиятельная силовая организация Которая крышует мошенников на десятки миллиардов долларов Которые воруют эти деньги у клиентов Она что пройдет мимо моих выходок публичных И вот через там 9 лет их арестовывают Далеко не всех Ну и вот я считаю, что это там один-один Другое дело, что, конечно, мне гораздо интереснее, чтобы российское государство Реально занялось выработкой политики по возврату этих 100 миллиардов долларов Которые украли российские банкиры Оказалось, что моя деятельность все-таки не псу под хвост Я вижу просто при акции истеблишмента российского Что все больше и больше руководителей, с которыми я разговариваю, поддерживают идею Лебедев утверждает, что за последние 10 лет Банкстеры вывели из России за рубеж сумму, превышающую объем фонда национального благосостояния Он подготовил для руководства России концепцию и план действий по репатриации украденных активов Жду, что он добьется своего И к этому идет дело И страна сможет вернуть украденное у нее по разным схемам И Пугачевым, и Биджамовым, и Рыболовлевым, и всей ГОП-компанией Украденные деньги Он к этому ведет Он определил коррупцию как разновидность апартеида Вообще-то это историческое определение И я считаю, что этот апартеид надо заканчивать Он считает так же И я, конечно, ему подставлю плечо Смотрите в следующем фильме Что такое глобальная офшорная олигархия И куда уходит триллион грязных долларов Который каждый год похищается по всему миру Кто стоит за крупнейшими аферами на миллиарды долларов Как вернуть в Россию колоссальные деньги Украденные банкстерами и выведенные ими на Запад